Добрый день. У меня задача нескромная. Я представляю галерею Дайвикова, артистов этого времени, что в переводе с латыни означает «лодочка» или «карабельное искусство». Эта галерея появилась на карте Петербурга в 1992 году и основана она была выпускниками Петербургского университета искусствоведами как некоммерческий проект. В настоящее время наше галерея базируется в акценте Пушкинская 10, в центре независимого свободного искусства. И мы делаем выставки разных художников. Среди всех прочих сфер нашей деятельности мы действительно уделяем внимание искусству, искусства, которое не в прямом смысле может быть отнесено к той или иной рубрике, про которую здесь напрямую речь, но связанная с разными маргинальными, неинституциональными проявлениями творчества. Все знают, что очень часто самому человеку в его жизни трудно привести границу, которая, собственно, и подводит его к мысли, что он художник. Очень часто это происходит с помощью галереи. И у нас в нашей деятельности было достаточно примеров того, как мы буквально открывали художника публики. У нас в нашей задаче, конечно же, создать президент, появление на свет художника, без кавычек, просто встительную личность, как человека абсолютно равного другим коллегам, художникам, профессионалам, которые с радостью, как правило, воспринимают появление такого имени и вхождение его в круг художников, которые представляют современные искусства Петербурга. И вот однажды, это произошло в 2009 году, к нам постучался художник Кирилл Хрусталин. На тот момент он не был художником. На тот момент он был человеком, который родился дома, он говорит. И так получилось, что ему подсказали, что есть такая галерея, где его искусство, его творчество может быть показано. И на тот момент, я так понимаю, не было ни группы шрата этого года, а не было многих вещей, о которых сегодня я отвечу, что все возникает в последнее время. Возможно, на тот момент наша художник действительно была тем окном, той возможностью, где Кирилл мог показать свои работы. С той выставки она называлась «Ин-ситу». «Ин-ситу» — археологический термин, просто поясню, да. Когда археолог копает и находит что-то, что принадлежит тому слою времени, где эта вещь найдена, он не должен эту вещь трогать. Он должен понять, что она живет там. И вот проект «Ин-ситу», так называлось первое выступление Кирилла Костолева, он специально подчеркивал, что все то, что делает художник, вот, например, в работу, побег. Он делал себя дома многие годы и никогда это не показывал. И будучи перенесенным из пространства дома, в пространство галереи, тут очень, конечно, чекательный момент. Это, конечно, искусство по-другому должно трансформироваться и жить. Когда вы приходите домой, да, это одно пространство, домашнее, понятное. И тут публичное пространство. И вот «Ин-ситу» подчеркивает как раз то, что этот художник связан с домом, с местами его пребывания, с вещами, которые его окружают. Собственно говоря, все его искусство связано с миром повседневности, то, что он вот видит и держит в руках. Например, он курильщик. И спички – совершенно естественная вещь для него. Он вертит ее в руках, высовывает одну спичку, и так рождается работа «побег». Очень говорящая, очень личная, конечно же, безусловно. случайная история, открывая свое сообщение. Потому что это одиночество человека и возможность бегства очень важны для понимания творчества. Это простая работа. Ночь. И она тоже сделана из простых материалов. Вот мы очень любим такое искусство, называемое искусством без приближения, на коленке, то есть подручными средствами сделанная вещь, где главное не материал, а главная мысль. Полет мотылька – абсолютно минималистичная точная скульптура. Вот здесь речь шла о том, как можно показывать, например, вместе с признанными работами работы художников-аутсайдеров и какой-то положительный опыт и для самих художников, и для зрителей, которые понимают, насколько вот это самое исключенное когда-то из социума, из контекста исторического искусства, оказывается совершенно равноправным. И совершенно как бы не надо его в кавычках ставить или как-то извинять. Это был наш опыт работы с Кириллом. Мы сделали, кстати, шесть из них потом его подряд, и он очень рос. То есть каждая новая выставка открывала его с какой-то, я думаю, для него явно неожиданной грани. Это я показываю первую выставку. Мы сделали каталог, он так и назывался «In situ». И в ней мы сами открывали художника очень тонкого, очень чуткого, умного, но привыкшего к домашнему сидению, к тому, что он делает дома, и к тому, что… Вот у нас был такой проект коллективный «Ручные вещи». Мы давали всем желающим задание сделать вещь из такого ограниченного набора материалов. Ну вот буквально как домашние свидетельцы или людям, которые, не знаю, в поезде едут и вертят в руках. И были совершенно невероятные результаты. Мы выяснили, что у всех есть свои какие-то излюбленные материалы и так далее. Вот Кирилл, он, конечно, образованный человек, но три спички с проволокой на коробке, конечно, безусловно, иронический, но очень точный парафраз известной религистической скульптуры. Вот вещь, которая, по мысли художника, должна была быть экспонирована без подиума, без какого-то вообще рамирования, просто на полу. И она так и была сделана. То есть мы, как экспозиционеры, сами открывали для себя невероятные возможности. Вот вершин на загаде. Между прочим, не утраченная вещь. Вы думаете, что эта вещь раз, а нет. Она есть, она сохранилась. Это единственная вещь. Там, в процессе работы, в монетировке, его тратили печально, а кожа вечно будет говорить. А мы были в ужасе. Что сказать художник, который сказал? И травим. Это была удачная работа. А на вершин на загаде была хитома для ревстрики. Я помню, как с завистью художник при сгнале смотрит. Это же вещь абсолютно мейнстрима. Сейчас там в Англии, в Америке, что-то делает хуже. Как это так? У вас эта вещь есть. Невероятно, да? В вершине на загаде. Вот как можно, будучи художником, минималистом, оценить это? А он никакой не минималист. Сделай, что если мы будем участвовать. Это минималист, концептуалист. Это арт-блюд. Вот мы сознательно избегали таких дефилиций. Потому что, конечно же, полезный опыт нашей работы здесь заключался в том, что многие вещи, которые здесь создавались, они показывали, что творчество вообще... Часто вещь очень не искать. Однажды мы сделали его выставку вместе, собрали парную выставку его и выдающуюся скульптор Ленинградско-Петербургского Константина Зимуна. И выяснил, что между ними столько общего, удивительных совпадений. И тот, и другой работает с найденными объектами, с мусорными объектами. Комбинирует очень изобретательно, астроумно. Дает название, что очень важно, потому что, смотрите, есть и не название, а вершины на закате. Где была бы эта сейчас вещь? Где ее место? И вот, любопытно, что сам художник принимает идею отчуждения некоторых вещей из социума и работает с ними так же заботливо, как, в общем, и галеристы искусствовать, тоже часто относиться к художникам, творчества которых многим поставляются сомнительно, скажем так, мягко. Вот, например, удивительные вещи, их покажу. Удивительной красоты. Леска с узелками. Протягивается в любом месте. И туда капелькой, пинцетом, пинцетом, капелькой. И получается такая цепочка капелек. Называется «связанные капли». Инструкция простая была. Вовремя замечать, что вода испаряется, капать, чтобы не поддерживать. Какой смысл? Бездный смысл. Простая вещь, придуманная, гениальная. Просто не убавил, а прибавил. Кто такое мог сделать в мировом смысле? Я что-то не придумал. Я не лукавил. Разные были. Вот такая совершенно удивительная, оригинальнейшая вещь. Отчасти именно эта инсталляция дала название «Мирским кинцитом», потому что это кухня, где живут с родителями. Гребной дождь. И она и остроумная. И в то же время, вот, а как ее примести? Ну, мы придумали, как ее примести. Там такая маленькая комната, которая есть. И там вот ее, ну, поместили. Потому что она требует такого отдельного пространства. Потом, вот, замечательная работа антенны с остатками неба. Это просто кусок металлической проволоки, на которой два глачковата. Вы отмечаете, да, что это разные годы работы. То есть художник Кирилл долго, вообще-то говоря, творил, но в течение тридцати лет. И вот решился наконец-то, ну, я не буду рассказывать историю, как это прошло, что он оказался здесь у нас. Но вот он решился к этому шагу, очень ответственный для него, да, и очень переживал. Но в итоге выставка имела грандиозный успех, и вот она состоялась как событие. Он проявляет себя как художник-перформансист, перформансист, перформансист. Например, я покажу одну акцию. Она называется, на тот момент это блокдайна, «Падение рубля». Падение рубля. Еще одна акция называется «Переменная публичности». Вот. Ну, то есть очень странные и точные жесты, которые он делает и продолжает делать. И сейчас он несколько изменил в этой деятельности. Он выступает как поэт. И вообще он теперь есть к несчастью, может быть, потому что этот вопрос, конечно, в публичности тоже требует отдельного обсуждения. Он из сети. Вот. И, возможно, найти и дружиться. И реабилит очень ценный опыт общения. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.